Говорят, что весной один день год кормит, и от активности сельхозпроизводителей зависит, сколько будет собрано урожая. Поэтому, несмотря на пандемию коронавируса, посевная идёт своим чередом, а значит, и удобрений фермерам требуется много. Это основная причина, почему Балаковский филиал АО «Апатит» просто не имеет права закрываться или даже снижать объёмы производства. Наш завод работает в основном на внутренний рынок, обеспечивая прежде всего российских производителей витаминами роста для различных полевых культур. О том, как завод обеспечивает потребителей, нам рассказал директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев. Андрей Владимирович, подскажите, как Балаковский филиал АО «Апатит» переживает нынешнюю сложную эпидемиологическую обстановку, как она отразилась на работе предприятия? Ну, могу сказать, что на предприятии работы в целом это не отразилось. Наши работники, могу сказать, что профессионалы с большой буквы, они очень оперативно перестроились именно на новый режим работы, который связан и с удалённым режимом, и с дистанционным режимом работы, и с укороченным, будем так говорить, рабочим графиком. Предприятия работают штатно, все производственные цеха выполняют производственную программу. Главное, предупредительные ремонты также проводятся в полном объёме, капитальные ремонты проводятся в полном объёме. Кроме того, в этих условиях работы мы не останавливаемся на освоении новых марок продукции. У нас буквально вчера закончились испытания по производству сульфата аммонии, это новый для нас вид продукции. Кроме нас, такого продукта никто больше на территории Российской Федерации и страны СНГ не производит. Он очень востребован на внутреннем рынке. К этому мероприятию мы готовились в рамках нашей инвестиционной программы развития. Два месяца до этого у нас шли строительно-монтажные работы по реконструкции двух технологических систем по досвоению выпуска этой продукции. И как мы и планировали в конце марта, начале апреля провести эти испытания, мы их провели, несмотря ни на что. Продукт получился качественный, мы готовы уже переходить к крупнотоннажному производству. Все объемы производства сохраняются в соответствии с установленными планами. Мы не снижаем объемов производства, не снижаем объемов отгрузки, как на внутренний рынок, который для нас в принципе является приоритетным. Нашим аграриям из Арабской области мы отгружаем все в полном объеме. Срывов по поставок никаких нет, и все будет отгружено в срок. В прошлом году Балаковский филиал АО «Апатит» впервые провел День поля. Продолжится ли эксперимент в этом году, и где, кстати, прошлогодний урожай из экспериментального поля? Урожай из нашего агрополигона, который мы собрали в прошлом году, часть его действительно ушла на исследования научных институтов в аграрные, для того, чтобы подтвердить их состав. Основной объем ушел нашим партнерам, фермерам, коллегам, которые нам помогали в организации этой работы. Что касается этого года по организации агрополигона, мы от него не отказываемся, это точно. Более того, мы расширяем посевные площади. Мы в этом году планируем уже в рамках Балаковского дня поля задействовать три агрополигона. К нам подключаются еще представители хозяйства Куденецкая и агрофирмы «Пегас». То есть на этих трех площадках мы покажем возможности применения научного подхода к применению агрохимикатов на разных условиях ведения сельского хозяйства. С полива, без полива, среднестатистическая. Поэтому у нас ничего не меняется, только расширяться будет. Стоит отметить, что темп производства удобрений на Балаковском заводе удается сохранить, приспосабливаясь к новым условиям работы. Ведь не все сотрудники выходят на предприятие, кто-то работает из дома. Но даже в такой обстановке коллектив трудится как единый слаженный механизм. Продолжение следует...